всем добрый день опять с вами руслан пономреев и я буду продолжать отвечать на вопросы анатолия поливанова новые вторая часть будет пойдем вспоминать опять это 2001 год предыдущие записи видео вы можете посмотреть на ютюбе как у меня на канале такую анатолия поливанова на канале также анатолий делает такие сокращенные расшифровки на сайте террикон я вижу тот же и 35 вот потом где-то дается ссылку что так идем к вопросам до этого видел 1 9 вопросов сейчас 10 вопрос в октябре 2001 года сборная украины добилась исторического успеха в ереване на командном чемпионате мира все решалось двух последних турах восьмом удалось победить армению благодаря вашей победе вашей партии в огня в девятом все зависело от поединка с дрейвом да это был очень такой памятный для меня турнир скажем так все-таки не знаю сборная украины неплохая считалась но как-то побед не было были там серебро бронзовые медали там брали конечно опять же тот же чемпионат мира он скажем так не не прям так сильно в украине министерством спорта котируется все основное это считается олимпиада и при этом как бы объяснить шахматы не олимпийский вид спорта то есть там вот эти все премии за чемпионат европы чемпионат мира командный они намного еще меньше даже по сравнению с олимпиадой но тем не менее не знаю для самих шахматистов то ты понимаешь что все-таки командный чемпионат мира команды все плотные надо показывать хорошую игру еще в то время все-таки сейчас например это все ждут когда же сборная россии выиграет олимпиаду уже наверно забыли когда после раз они выигрывали олимпиад ну правда чемпионат европы чемпионата мира периодически они выигрывают но тогда все-таки было несмотря на что доминация с большей сборной россии вот как ее никто в принципе особо не верил что что-то может так серьезно измениться тогда насколько помню все таких опять же командный чемпионат мира у нас более-менее команда была в лучшем составе сильнейшим в россии все-таки надо понимать космарова например там кромника как бы не был но теми меня был не здрев грещук был я кстати не помню на какой именно доске я точно играл я вот как-то на час news видел интервью василия иванчука и он бывало говорил что он не всегда типа стремился на первой доске что типа якобы он на командном чемпионате мира в армении типа отдал первую доску нам не знаем может быть он и правда имел другой командный чемпионат мира мы позже играли в сан-хазори в этом помню все-таки он играл на 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 первой доске да я особо как я могу прийти давать тут без на первую доску еще не выйдет их выше и в целом но может быть какие-то партии в этом чемпионате я помню была партия с лепку он почему-то не захотел белыми играть вышел я играть да и все решалось в конце армения и россия как раз главные конкуренты были армении у себя дома играла но россия всегда это россия в целом у меня от армении всегда скажем так впечатлением приятные хороший в чемпионате мира до 18 лет там уже играл занял первое место но даже дело не в том что было первое место но в целом там приезжаешь так не знаю восточная кавказская такое гостеприимство я еще вспоминаю у нас как таковых каких-то там гоноров не было но министерство давала якобы там суточные не знаю там в долларах может быть деньги за всем небольшие выходила в тот момент чуть больше может 100 долларов там на на там человека но я помню эти карманные расходы у нас на гостинице само собой было это питание но все равно эти карманные расходы в какими надоело кушать в гостинице говорю может быть пойдем выходной день посмотрим город там ереван где-то пообедать василий помню со мной тоже как-то пошел бы пошли в хорошем месте по пообедали там покушали там это я помню предложили там домашнее вино вначале василий да нет а я решил попробовать чуть-чуть он так ты посмотрел и тоже в общем то время проводили за команды стрелали же плане дружны по своему нас команды проводили хорошо какие-то хотел привезти сувениры думаешь что привезти из армении коньяк там говорят купил ну давайте какой у вас самый лучший там на ире говорят прикупил до или там купил по вы еще дарды любил играть в дарду бы с отцом даже до сих пор в эти дарды играют и вообще по-моему так все эти команды деньги не смог потратить но по составляющей не знаю турнира игре сейчас может быть покажу партии ну да все решалось в конце армения и россия но были другие кто же 1 помню была партия с германии луц был соперник немцы кстати заняли на олимпиаде в стамбуле второе место мы заняли 3 то есть не германия была довольно такая серьезная команда чтобы понимать я как-то не знаю в этот раз может после корочного начал играть хитрее g3 d5 как-то с луцом решил не играть много теории какой-то перешли рэйти d4 слоны в 3f а вот это кстати d4 слоны в 3f я помню очень много в blitz играл севушвилиев скроматорска он сам кандидат мастера и он любил эту систему играла я играл с лоджи 4 до системы к павланки но как-то ем белый там меня перестал я вот это подучил и решил это попробовать и вот лучше чем-то смутил такой системой скажем так вели его и получила два слона и где-то в длинном там эншпеле я помню возил возил до 93 в году ходу вы но где-то были правда и ничьи не особо такие не все партии были боевые напомню помню вот во втором туре с кубой черными и за на во первых на играл все-таки долго чуть-чуть подустал да и соперник разыграл довольно крепко опять же и в этот раз я ферзевый гамбиты на играла страниц кудал ферзи решил играть покрепче я также смотрю не знаю по базе что моя партия вот куба губернатора с александром была буквально 7 10 7 октября а тут 12 10 приехал то есть у меня был один рождение еще 11 октября до молодой может быть сил хватало с краматорска киев наверно полетели в ереван тем не менее более-менее играл но какие-то партии опять же были разные вот сафином я помню было из узбекистана сложная партия он русскую партию разыграл я какую-то старую теорию я по-моему там не совсем корректно атаковал и в какой-то метод если не ошибаюсь была проигранная позиция у белых но какой-то зевнул там атаку не знаю должен был чуть-чуть аккуратнее да тут плохая позиция убил все-таки конь пешка но какую-то он допустил атаку и мне удалось выиграть если он чуть-чуть бы поаккуратнее профилактики то пошел короче 7 и ладяж 8 тоннеру черный было под выигранной позиции да вот слегка играл слегка ничего особого слегка кстати был вариант который обыграл павла ильянова на кубке ректоров харькове опять же 1000 с павлом все нормально в этом же варианте у меня были успехи обыграл михальца в зональном была такая любимый вариант а вот когда встречаешься вот такими супер гроссмейстера вот тоже опять разницы надо спрашивать чем рать вот он гораздо конкретно сразу же бы 4 буквально меня закрыл весь вариант где-то в очки добирал а тут бы 4 такой ход конкретный павел играл как-то конжи 6 типа в михалес такого же стиле я тут очки свои набирал то вы уже а тут бы 4 конкретно и ничего не получил довольно быстро сейчас конечно с компьютерами то проще но опять для меня это было свою разница играешь слегка да потом с недевом македонцы не знаю как македонцы попали может быть они попали в пятерку на олимпиаде среди вам было преимущество вроде давил долго играл но не хватило чего-то было преимущество я помню опять в этот раз на одном флаге не удалось победить да с ваганянам была важная партия по моему мы всего выиграли два с половиной на полтора вот это одна партия решала в этот раз я решу усилил свою игру в партии с боровиковым из краматорс как-то с он ничего не получил даже похуже хотя и выиграл но тут я более классических и удалось не знаю словно 4 по-моему было не очень хорошая идея . он темпов много потерял потом слом бы 5 медленно играл удалось переиграть ветерана таком позиционном сильно хотя тоже как говорю ветеран насколько я помню ваганян ходе проиграл мне но на следующий день обыграл черными лека такое вот было а с древо была решающая партия в принципе было продолжение дуэли ферзь принятый ферзевый гамбит опять один из моих любимых дебютов такой довольно солиный но если белый где-то перегибают палку играют на победу то дают шансы и черным удавалось дочиначно много мне еще нравилось когда ходят и 4 тоже получается боевой вариант тоже опции условно 3 довольно тоже популярный каспаров ты сейчас нам одна из таких основных линий сейчас правда теория вроде я все-таки бью-бью и конь c6 играют тогда считалось не очень но сейчас опять по дому дошли усиление да и тут была партия продолжили мы и дуэль b5 довольно редкий ход в тот момент придумал идеи но опять без компьютера что-то придумаешь свое и работу и 4 и тут как-то не знаю вкратчиво не обращаю внимание слон е7 и дрейвым по моему играли раньше вот не знаю была странная немножко партия что опять же играли мы в чемпионате клубном когда играл за команданка донбасс он пошел конь д6 со мной по по-моему конь д6 все-таки дает белым какое-то преимущество может быть не надо было играть слон g5 здесь все-таки пожертвовал качество какой иногда тоже фирма стиле удалось как-то конями напрыгивать даже какое-то было преимущество черными но по-моему если он не бьет ферзь d4 может быть у белых все-таки мне позиции потом стало менее нравится черными по устали играть может быть cd даже раньше но не знаю пошел солнце 2 до это удивление удивил подготовка готовились готовились бригада может не нас опять по моему конь c6 может не самый лучший где-то там не точно dc под себя видимо нервная партия с утра да тут было в какой-то вот это мне кажется ту же в белых шансы неплохие пешка два слона пошел dc так-то и b3 какой-то нашел тычок я не помню предлагал ли он ничью или нет но в принципе почувствовал что соперник играет скажем так не очень уверенно слон е3 может быть уже зевнул пешку на е5 и когда какую-то ничью предложил даже если он и предложил но тут а пехина у черных все-таки лишняя скажем так пешка хотя как-то слона 7 а видимо он хотел повторять надеялся но опять жертва качество я кстати у меня любимый прием все время жертва качества я как-то не боялся жертвовать качеством может быть какой-то момент запишу видео или лекцию жертву качества но тут даст и серьезно довольно компенсация за счет того что ну первых все-таки одна пешкой плюс тут как-то наверно давлю слона в 6 хотя может быть компьютер конкретно сейчас это меняет но тут типа как ладья b1 опять очень пассивно стоишь и слабости можно как-то хоть методи оба 4 нападать ну же 6 черные явно ничем не рискуют даже если там каким-то образом пешки но на видимо ему надо было так идти я помню в конце уже партия проходила в таком цвет ноте может моя техника была не самая лучшая мог выиграть как где-то быстрее все равно довольно на одном флаг и даже разноцветные слоны кто-то комментировал игорь что ли объективно должна быть ничья не знаю тяжело защищать все равно есть дополнительные какие-то пешки слабости опять же по ладе если поменять ладе то ничья да и удалось выиграть такую партию было конечно очень приятно в том плане что конечно команда играла но решающие очки тоже где-то приносил команде насколько я помню еще был у нас тогда вова баклан вадик мало хоть к я помню они жили в одной в одном номере и вадик мало хоть к был такой у него всегда режим ночью что-то не может спать то когда уже солнце начиная только всходить отдал засыпал дальше любил курить но не вры как с киева весть по-своему не было тяжело может быть порой вове может быть играть не знаю может быть что-то вспомнит я по моему жил в одном номере как всегда с бэком там вася может быть все-таки как у нас до лидер ему может быть одно место что дали но не знаю хорошо проводили время может быть поэтому и хорошо сыграть приятно тоже где-то в театре там было такое но особо сказать чтобы потом опять внимание когда домой возвращались не знаю опять потому что это командный чемпионат мира не олимпиада и опять же следующие турниры начинались скоро я больше все таки был наверно поиграл осенью тот же краматорский в ереване но старались тоже какой-то выбрать время чтобы больше лучше подготовиться к чемпионату мира в москве который уже вижу начинался довольно скоро потому что все таки я помню играл когда 2000 году олимпиаду в стамбуле то потом поехать в индию уже сил никаких нет сколько я помню из подготовки к чемпионату мира в москве то опять же мы готовились на базе там водолечебницы славянногор славянск тогда приезжал я помню саша матарев станислав савченко место вместе получилось совместно готовились потому что еще еще также они тоже отобрались в чемпионат чемпионат мира в москву со станиславом савченко все-таки еще чуть-чуть раньше занимался когда когда только стал играть за команду данка донбасс вот не помню как получилось саша мотыль и вот как вот как с ним образовался контакт сложно даже сказать как он так приехал но помню довольно плодотворно я что-то ему показывал какие-то свои идеи он какие-то свои идеи делись правда он он обыграл рищука но вот какую-то идею который принят а ферзи вам который мне хорошо шла он к сожалению там проиграл широву такому разгромном стиле широв закрыл его ряд не знаю станислав савченко к сожалению тоже в альеха проиграл в первом же раунде не знаю для меня может быть показались чем-то более плодотворное подготовка также я помню еще перед чемпионатом раньше плат москве то я поехал в москву и мы в подмосковье с балаганом сидели как я рассказывал для балагана потом этот чемпионат сложился не очень удачно он там проиграл в первом же раунде по моему на таву игорю но может быть было связано с тем что только женился как-то не знаю опять же не буду говорить но потом это работа мы дальше продолжали заниматься в том же в ленарес он поехал со мной секундантом там же в севастополе с ним встречались потом как-то для него может быть это общая работа помогала он выиграл аэрофлот поехал на турнир в дорман по-моему может быть даже и дортмут выиграл кажется он занимался также спадгайца в общем как-то работали вместе были воспоминания хочу вспомнить тоже про геннадия павловича кузьмина геннадий павлович кузьмин по моему поехал со мной как секундантом тренера в москве находился все время самого начала после уже как я после балаган вот не помню как мы именно вот готовить но опять же геннадий павлович им кузьмины мы много проводили и сборов и в той же алуште и опять же к матчу с корчным и вы просто так готовы тоже без каких-то конкретно турнира геннадий павлович кузьмин учил меня той же испанки более может быть практически наиграл я партии испанки свирелом балаган такое какое впечатление осталось у вас от стартовых дней турнира было много сенсаций первоначальной задачей было пройти три круга чтобы пасть в гран-при это удалось сделать без особых потрясений ну что еще хотел вспомнить да прочим от мира в москву да я помню еще чемпионат мира в москве проходил в кремлевском дворце кстати недавно у родителей нашел книгу никита ким и люмжинов написали там кремлевский дебют или что-то такое-то шуми но это фотографии каких-то задач супер задач не особо не ставилось опять же до этого скажем так мой лучший результат был во втором раунде я там выбыл проиграл топал его в лас-вегасе в нью-дели уже намного хуже сразу ступеров но какие-то выводы и день делались опять же и румжинов объявил такой чемпионат не было никаких других таких других турниров где бы мог больше где-то заработать скажем так в такие турниры какие-то там линарес там вайконзе тоже не стали до этого никуда предложить то есть поэтому была мотивация даже готовиться к турниру даже проходя один-два круга это это что-то зарабатываешь больше плюс у меня уже было чуть-чуть легче по-своему сетка так как рейтинг меня стал выше уже был шестьсот восемьдесят четыре в тот момент кстати я потом посмотрел может быть я даже мировую двадцатку уже с этим риском ходи как вот не странно вот той же книги приводилась кима и люмжинова статистику я сейчас удивление немножко узнал как я пытался еще готовиться вспоминаю для меня очень сложно было играть быстрые шахматы а все тайбрейки так или иначе тяжело их избежать две партии играешь если не выиграл то потом тайбрейк и не знаю у меня вот тренер борисом как-то ты хоть поиграет не знаю пытались мы разовывать какие-то тренировочные партии играл я с володей бакланом тоже там где-то и валушки пытался играть и саши моисеенко тоже в кроматорск приезжал из харькова как-то таким образом не знаю не скажу что намного стал лучше играть по прежнему для меня быстрый шахматы некоторые вот так загадка как правило играть но чуть-чуть все-таки чувство контроля скажем так получил чуть-чуть стало легче в этом плане играть может быть еще для меня дальше вот нокаут и лучше играть тайбрейк чем скажем так турнир швейцарка где надо набирать много очков не знаю сложно там понять ради риска а тут вроде как играешь матч не надо выигрывать там со стопроцентным результатом достаточно одну партию выиграть и бачка вы прошел дальше по поводу сенсации анан проиграл тузану морозович не смог обыграть по моему зеляков был соперник да тогда тоже или мжинов сделал как бы возможность из интернета отобраться если не ошибаюсь вот сергей корякин может быть даже отобрался тоже из интернета добрался тузан зеляков по моему обыгрался питер хайна нильсон дориан разинка может быть даже сергей корякин могу ошибаться в этом лично тебе может быть каком-то лично ровно это может быть сергей да сергей может не так удачно прошло но все равно да были какие-то сенсации не знаю говорили какие-то разговоры а там читерстве или что чем-то таком не знаю я опять же сконцентрировался больше на своей игре что еще хотел сказать какая была особенность по моему все жили в гостинице редис на славянской этом или как она гостиница украина и до кремлевского дворца было довольно далеко ехать на автобусе вазили вот он и вот геннани палыч вот в чем он так молодец у меня опыта такого нет он горит они этой к это ерунда куда-то ехать ты будешь там уставать плюс еще тогда сделали что играешь две партии если вот вторая партия после трогом двух партий 11 тогда в тот же день же играешь даже тейбрейк как-то было сделано довольно сложно на самом деле и поэтому вот жить где-то рядышком было большое преимущество и мы поселились рядышком гостиницы ин турист она буквально там нам 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 типа повезло гостиницы ин турист что ее собирались сносить уже под снос там сейчас она по называется гостиница катарит скалтон супер супер дорогая ну вот и тогда называлась на ин турист и мы там жили вот буквально последние дни там когда еще было можно в эти 100 но тем не она была близко и можно было когда между ждать когда-то и брейка я мог себе пойти там номер там чуть-чуть полежать там отдохнуть а для остальных это было немножко сложно когда уже был матч с иванчиком то ин турист уже был закрыт и мы там уже рядышком в другой гостинице гостинице по москва что ли поселить такое да по поводу не знаю по поводу собственной игры опять же до первом туре был китаец ли винли а не знаю тогда китайцы были не настолько все-таки сильные скажем так как сейчас сейчас с любым китайцам встречаешься рейтинг не очень даже если высокий но часто без за то что он может быть где-то не совсем много турнир играть тогда удалось какую-то свою тоже схема у меня было как-то играть карака я как-то играл хитро карака не знаю тут как-то король бы один помог хитрый ход чем-то все играют кони 4 сразу я как-то не знаю даже раньше хитрил мне так нравилось экономил какие-то темпы да удалось победить здесь в техническом стиле по-моему на парчу еще карпов вукич то есть не карпов каспара вукич я при случае где-то ориентировался я помню вот такой вот эльшпиль вот можно поискать в книжке если не ошибаюсь шерешевского стратегия эльшпиля вот буквально вот так я была подготовка не знаю и сработал по-своему помню по моему может быть вукич где-то ферзь d3 в таком плане но не знаю не совсем конкретно не ход в ход но что-то такое вот работал и каспаров я помню идеи какие-то знал и удалось обыграть следующая партия была b3 ну b3 удалось вроде там устоять ничья сделать хотя да какие-то опять же когда делать ничью по заказу надо не всегда просто но вроде даже несмотря на мою слегка пассивную игру удалось отстояться и скажу что слишком так уж все было гладко первые три раунда тот же тивяков конечно тивяков чуть легче было уже чем иметь скажем раньше топалова или адамса но все равно дело дошло до тайбрейка и я довольно так волновался скажем так как же для меня будет происходить тайбрейк скажем так все таки в быстрые шахматы у меня опыт всегда даже все турниры в польше ки игралок да и дальше не знаю никак какие-то супер результатов не было я помню еще по моему первую партию так получилось турнир клеммска дворце но там какие-то мероприятия и нам пришлось играть вот в шахманов клубе на гоголевском бульваре так немножко в тесноте но как-то там играть по крайней мере может быть потому что это был второй круг то в два раза уменьшилась видимо результат решили более мид то есть пришлось из гостиницы ин турист наоборот даже куда-то ехать может быть на метро но вроде все нормально успели была такая испанская партия что сверила балаган вот тут я больше к встречал рокировка там они щук также матрон малонюк слон сыпя здесь или сразу можно тоже играть здесь слон сыпять тоже интересно телеков пошел в версии 2 но я решил почему бы не попробовать версии 2 менее как бы так агрессивно и так играл про варианты разные варьеров а черт а белыми было он специалист вроде как по марате но я не возражал против дракона миша голубеву опять же что-то играли кита партии там в алуште варианты изучали но было интересная борьба по-своему но не удалось вроде казалось техническая позиция чуть-чуть получше но не так много скажем так чего-то не хватило иди решила все на тайбрейке немножко нервно в этот раз он решил усилить ферзь а5 по моему ничего особого такого не было черный было отличная позиция в целом жертву качества потом я уже так белыми не играл но где-то повезло в обоюдных каких-то цейт нотах всякие быстрые шахматы когда не было времени черным на было находить какие-то идеи развивать инициативу скажем так и чуть-чуть что-то подземнул сергей тивяков до конди 2 нора было точности удалось удалось как-то выиграть не особо слон стоял так защищал а дальше видимо у него уже чуть-чуть чуть-чуть где-то там занервничал уже он как-то не как-то не как-то не удалось создать серьезную борьбу но сергей тивяков может быть еще не самый принципиальный вариант все-таки потом же я вспоминаю в этом же чемпионате была фантастическая партия анант ткачев в этом варианте после которого я уже стал сомневаться стоит ли мне играть по вот там как-то может быть c3 d6 там а4 был кому интересно посмотрите ну опять же опять новое развитие такой вариант сложный сейчас карлсон и карвана играет и белыми и черными там скажем таки самые топовых шахматистов тот момент удалось как-то прорваться и победить а я рассказываю рассказываю не показываю доску к сожалению да вот партия ливен ливен лиань опять фирменный вариант b3 было но опять кто лучше найдете партии стива ковом который рассказывал в шахматном клубе играли это уже была партия играли кремлевского дворца и тайбрейк удалось как-то победить до третий раунд был с кириллом георгиевым удалось выиграть 20 но опять же может быть мне где-то повезло на кирилл он такой шахматист очень амбициозный и он в этой партии объективном тоже стоял хорошо я вроде как какую-то идею придумал такую расстановочку мне нравилось но у меня обхитрил все равно так объективно у черных было прекрасная позиция и мне где-то пришлось уже бы аккуратно как-то играть на сами несмотря что король в центре но у черных но хороших полей там для фигур особо атаки большой нет ферзь h5 ферзь f7 ну может быть белый не знаю конь тут пассивный как-то стоит конь тоже не прыгает особо я думаю у черных позиция была поактивнее получше но кирилл вместо мох он при я был не против тут повторять ходы принципе мне моя позиция не особо нравилась но где-то заигрался зарвался и наоборот какие-то начал делать когда вроде как тебя обязывают играть на на победу может объективно белый все-таки могут держаться и прям так все плохо буквально он по моему на ровном месте отдал не знак это странный маневр был конем туда-сюда а я нашел какое-то усиление разумеял свои плохие фигуры наоборот а стал ему с какую-то структуру ухудшил даю и удалось победить на ровном месте буквально следующий партии с кириллом дак эта партия опять чем-то напоминает парт структуру как у меня была партия со стефан сам из-за чего я сказать скажем так стала играть испанскую партию я смотрю это мой такой пирс уфимцева партия со стефан сам только получаешь все проще достаточно много я наиграл эту схему блиц в рапид тоже свирелом балаган когда готовились подмосковье какой-то опыт был но кстати помог потом сейчас смотрел что на самом деле все не настолько было хорошо я просто себя как-то верил это это все и довольно уверенно пожертвовал конь d5 там но объективно по-моему вот конь b6 по моему это сомнительный немножко план не совсем он здесь работает проблема что остается король слабый дальше этот вариант немножко больше глубже смотрел готовился к каспарову матчу играл партию с тоже сашей мотыле он уже на кубке мира в ханты-мансийске какой-то опыт имел из-за белых из-за черных но принципе удалось не знаю победить где-то соперники помогали где-то ошибались опять же да когда прошел три раунда когда я бы я сказал когда уже прошел уже эти тивякова я как-то себя почувствовал чуть-чуть увереннее хотя бы уже сыграл лучше чем предыдущие чемпионаты опять же надеялся на что-то большее потому что в том же чемпионате в нью-дели александр грещук он дошел до полуфинала где проиграл в полуфинале алексей широк а грещук где-то мой всякий одногодка если он смог почему я не могу а в этом чемпионате уже получилось саша мотылев с которым мы там готовились и он обыграл как раз вот грещука во втором раунде там провел там какую-то у него было свои блестящие идеи в четырех конях там слепарки посмотрите интересный дальше кстати вот саша мотылев играл очень такой драматический тайбрейк с широк в третьем раунде такое было интересно и в пель прессе писали что в этом турнире тратили максимум 6 минут на ход была такая установка тренерского штаба и легко ли было за эти 6 минут решиться бить на d6 на d5 конем насколько я помню был контроль просто довольно такой убыстренный полтора часа на всю партию плюс 30 секунд на ход так волей-неволей тратишь время быстрее не было такой добавки 30 секунд 30 минут потом потом это немножко изменили решили что это слишком будешь быстро и сейчас играть с таким вот контролем видимо было еще связано с тем что решили скажем так сделать полуфинале 4 партии какие-то были выходные дни сделали еще финал перенесли потом восемь партий не знаю потом как все время экспериментировали с форматами дальше уже в кубке мира в ханты-мансийске решили сделать всего лишь две партии всегда играешь только финал играешь 4 тогда делали тайбрейки более длинный на в этот раз был тайбрейк покороче чуть не сразу после второй ну да по своему было хорошо хотя бы удалось кирилла георгиева обыграть и таким образом выходной и опять же там за гостиницу интурист помню платишь чтобы и так по среда продлевая чтобы заплатил там за там два-три дня там если если дальше прошел то еще продлеваешь и так туда сюда ходил продлевал по поводу подготовки были какие-то записи в компьютере но компьютер тоже поломался и приходилось вот так все в тетрадках было записано это что вот геннадий павлович это помогал подсказывал большой у него опыт опять же в испанской партии какие-то идеи так вот так и играли дальше у вас пошла сборная россии третьем раунде да так был морозеич морозеич рейтинг у него был 742 и опять было до испанской не было помог французская если не ошибаюсь первая французская но опять французская я поменял стиль я раньше играл конь d2 вот как бы плоды работы стал играть конца 3 но конца 3 все равно старался играть более открытые шахматы вместо того чтобы и 5 слон же 5 морозеич тогда не знаю был на может быть в пятерке мировой даже то есть такой серьезный уже первый серьезный соперник у него была вот и такая любимая линия там не боялся даже с каспарова так играть но мне удалось тем не менее просто по центру фигуры расставить и такой центральной игрой выиграть но в следующей партии разыграл испанскую опять я варьировал не знаю в этот раз не стал играть слон c5 возникли какие-то проблемы мне нравился слон c5 такой амбициозный ход либо после b5 слома 3 но как-то вот она скачева была партия и как-то я читаю не смогли вам помогу когда я получу так быстро разобраться да и потом не играл и в этот раз я пошел коня 5 чегорина вот чем хороша испанская что тут на самом деле структуры по-своему похоже так варьируешь с кириллом и георгий врагом бы 5 тут пошел коня 5 но в этот раз как-то меня обхитрил морозевич такой подготовил динамичный вариант немножко играли опять быстрые на самом деле проблема с конем на 5 на было как-то его конца 4 быстрее убирать но все равно похуже слон ба 7 а тут пошел b3 остался с плохими фигурами и тут единственный шанс на как-то она была играть конь d7 и f5 но объективно черных может быть хуже даже посоременно а я пытался решить эти проблемы фигур своих плохих пока у него фигуры еще не совсем развиты каким-то тактическим методами но потратил много времени но это было не очень хорошо получил остался все равно с этими плохими фигурами и проиграл да было очень такое болезненное поражение и я помню опять же в тот же день играть тайбрейк что же делать блин вместо чтобы отстоять ничью и идти отдыхать надо играть морозилищ наоборот на таком подъеме удалось отыграться но я помню геннадий палыч меня успокаивает ничего страшного сейчас я покажу вариант который я кстати вообще никогда в жизни не играл не видел что же играть конь b8 там проблем коня 5 проблем везде у меня проблем вот конь ты себя пойдешь до 4 словно в 6 давишь ну тут самом деле проблем проблематичный вариант конь а4 как-то и так конь а3 но в тот момент как бы не стали на это заострять морозилищ в основном тоже играл шотландскую на самом деле партии начал играть испанскую достаточно может быть не совсем не совсем так давно тоже у него не такого много опыта было играть а слой и 3 оказался ход такой немножко пустоватый я получил очень комфортную позицию давлю здесь активная и фигурная игра чем-то напоминает вариант как кстати как слон c5 миллера только по-другому дальше вообще без никаких проблем напомню было тебя очень поразило такой вот геннадий палыч так мог успокоить по-своему и в следующей партии кстати вот морозилищ уже сам пошел слон c5 вариант не стал играть французскую не было у него времени видимо подлатать свои дыры во французской в этом видимо важно вот когда есть у тебя кто-то рядом секундант который может подсказать какие-то варианты но я видимо старался еще опять же иметь запасные варианты время мало и ладья бы 8 он тоже не пошел канон поставил проблему пошел слон g4 было кстати у меня партия с я нам эльвис там в кубке губернатора по мост тоже сани щеком там играл не знаю в этот раз я пошел опять а там я по-моему допускал d3 коня 5 слон c2 b4 такой ты может быть и стоит допускать опять может быть не самое лучшее но в этот раз не знаю как-то сработал опять сильный слон на где кстати черные допустили ошибку была острая партия надо было считать варианты но я может быть воодушевленный что и по крайней черными удалось решить проблемы получил более-менее позицию как знакомый играл разменял его активные фигуры не побоялся надо может быть бить ладей f1 на самом это кажется я бы как-то так ладей фаниладе а тут правда в хожу конкретно на ладей всем фигуры все остается плохо да и тут я уже почувствовал что слон упирается в пешку а тут мне осталось чуть-чуть открыть слона король слабый комфортной оппозиции и удалось таким образом выиграть конечно это было супер что-то обыграть такого шахматиста морозевича нечто ну да опять же почему тайбреки стал лучше играть но видимо психологически тут разный фактор хорошо пытался готовиться наиграть немножко до этого на сборах сети ты брики но плюс еще были какие-то запасы дебютных идей прики стал играть более такие современные шахматы раньше я играл дебют у меня было ограничены в детские шахматы там шотландской не на 4 коней на и 45 играл c3 а тут начал играть и основные сицилианские и стал играть основной испанской то есть если хочешь чего-то добиться то это постарался может быть чуть-чуть надежнее играть как видите уже не играл я стран диску ну потому что черными зачем мне на победу тут две партии всего белыми пытаешься давить а черными как бы подачу соперника нейтрализую что сыграл на и 4 и 5 там она до 4 до 5 такой был довольствующий был бареев следующий соперник то ну уже как-то не знаю по крайне куда-то дальше прошел уже играется как играется по-моему когда с бареевым играл впервые тоже был какой допинг допинг-контроль там что-то сделали ходили в туалет пробирочку такое было новшество но уже людей было мало не так много играл уже спокойнее пареев кстати мой мою французскую нейтрализовал вот он как раз играл спокойнее он он не пытался там что-то там как морозить какие-то выдумывать сложные шахматы просто играл спокойно проблем не не удалось мне поставить то мне правда удалось он в принятом ферзи у меня как-то уплотнился он не серьезных прям не поставил опять тайбрейк надо было играть выпало первое черными не знаю сложно сказать что лучше играть первые народ лучше 1 играть черными хотя бы если проиграл черным ты имеешь шанс отыграться скажем так но в этом чемпионате мне не надо было никогда отыгрываться это повезло по своим это был вариант кстати знакомый для меня с dc топалов меня в лас-вегасе так обманывал постоянно в принятом ферзи у до сих пор кстати вариант не такой простой проблема со слоном c5 чтобы его случайно не разменяли и вот бареев может быть мне надо было как-то король f8 уйти слон е7 не знаю я решил пойти b5 но создал какие-то свои слабости грозит конь d3 на самом деле вид словно ходит там конь c4 чтобы 3 слома 3 надо вот как-то считать пошел бы 5 были объективно проблемы у черных я бы так сказал но не знаю где-то в рапиде чуть-чуть чуть-чуть повезло вроде как зал из потерял пешку белых должно быть и неплохо но какая-то неожиданно контр игра образовалась пешка на не было и король его слоны f8 король е8 вообще уже зевок может быть тут уже объективно у черных и даже и лучше стало но раньше где-то по моему был у белых момент а следующую партию надо было белыми уплотниться не так было просто к тебе меня даже психологически все равно какой-то мент меня евгений бареев переиграл по моему по-своему это я мог не знаю играть французскую может быть идти конем там на c5 c3 решил поменять фигуры возникли какой-то мед позиционные объективно говоря проблемы пешки слабые тут где-то f4 тут нападает может напасть серьезные проблемы были на самом деле но может он мог хитрее пойти ладей 8 уже пришлось c3 как такой создавать какую-то контр игру может быть хоть какая-то пешка хочу побить а когда побил побил может быть там ладья b1 там как-то сломба 5 на ладей 8 чтобы как-то он ходил да и тут я мало наверное что было молодец что я не побоялся нашел идею жертвой ферзя хотя вроде как в счете выигрыш но не наверное была корректная объективная жертва потому что слон этот закрытый плюс конечно что ничья меня как бы устраивало а его нет ты сладяя всем он повторять не знаю слепо наверно куда-то пошел сюда то там все ладья как-то идет хотя тут f3 какой-то хочешь не знаю может быть пришлось бы как-то бить бить и как-то ладей 7 играть и пытаться вечным шахом я против вечного шаха там не очень против а ему надо как-то находить как побеждать да и так дошел уже до полуфинала получилось полуфинал было по со свитером уже четыре партии играли опять же я не знаю ну конечно говорят нокаут система по-своему есть своя не знаю лотерея но не знаю но сам совсем уж там таких случайные люди все равно они они вряд ли проходят все равно понятно что там случается больше элементов там ошибок тоже помню петя петя свитлер он там играл с гельфандом той брейки не смог там ферзь против ладьи выиграть на нервах но не знаю опять же полуфинал играли там не из двух партий уже из четырех партий финал уже принесли да и был сложный полуфинал тоже своя борьба в этот раз испанской черными решили отказать стал играть уже русскую партию наверное это меня саша мотлив может быть какие-то идеи показал но плюс я сам еще белыми надо мучился не знал как получать перевес немножко смотрел что у свитлера были по моему он играл чемпионате шульски сам может быть во втором раунде и он как раз должен был шульски сам играть по заказу это были идеи какие-то усилением из геннадия палыча может быть нашли да если не ошибаюсь вот вариант такой геннадий палыч просто предложил слон е6 пойдем что ты потеряешь 4 ничего вручь сработала как-то довольно да тоже русская партия была популярна в тот момент много было матчей анан там играл шировым широв стопалов за обоих цвета такой дебют довольно брони бронебойной такой скажем так ну и тот же крамник он вел моду сейчас не знаю чуть русская партия боль менее модная стала якобы берлин больше хотя тут же каруана он опять же играет русскую партию я сейчас по моему играют чуть-чуть по-другому не бояться ладе и 8 слуни 6 был такой старых раньше была мода играть слон е6 и там как-то такой был борьба конь е5 так это слон f5 якобы считалось менее точно на слон е6 была идея да удалось сделать ничью не знаю в конце может быть даже в какой момент стала позиция и чуть и поперспективнее что тут пешки изолированы линию я контролирую может быть я зря допустил слона 6 удар как-то может быть мог я попытаться на победу здесь поиграть может быть даже так пойти на g3 там король f8 можно было играть но я наверно был доволен уже тем что черный мир удалось решить какие-то проблемы и согласился на ничью но белыми впервые такой был на грани скажем так е6 кирилл и хирургиф играл ферзь b6 сфильдер пошел е6 не играл испанер на одно из до сих пор моих таких слабых мест со слянске основные и нестандартная игра я их белыми черными играю но не нас для к с кем попадешь и всегда получается хорошо этот вариант кстати по моему может быть даже свирелым балаганом изучали но не не до конца я вот понял тонкости вроде казалось в эндшпиле три пешки лучше чем фигура должна быть на 2 я помню жертвовал почему-то тут была своя проблема что без за того что пешки g4 фланг слабый стоял бы она пешка на g2 то у белых наверное очень большой пересос пешка на g4 h5 черные затеяли довольно такую серьезную контр игру и не знаю получилось что пешки не совсем шли было много слабости как-то начал их жертвовать но на позиционную игру играть но все-таки позиционная игра как-то ограничивать пытался коней но она не совсем уж прям так хорошая была всю партию помню боролся за ничью и на объективно где-то мне кажется черные побеждали какой-то мет не буду опять же углубляться в глубокие анализы совершил к это мать марш королем и чудная такая ничья но филлер мог этого избежать и побить но опять же это полтора часа на всю партию все как бы возможно а вот следующее уже со свитлером русская партия не знаю он он видимо уже тоже подуст подустал в конце на искать все эти идеи что делать на русскую партию и опять же наверно понимал что это тут есть проблем у тебя белый цвет их всего как бы два из четырех это последний белый цвет в основную партию и в какой-то момент он переоценил может быть свои шансы объективно говоря ладей 4 такая опять жертва качество как я говорю мне нравилось делать жертвы и качество в разных партиях но кстати я потом играл с александром морозенчим быстрые шахматы был матч россия против сборной остальной мира в крымской дворце там позже я нашел усиление за белых объективно у белых тут должен был быть перевес но не знаю было на нервах так на расслонов 4 была странная идея так вот брать отдавать в такой момент мне кажется но все решилось одним зевком владеев один грубый зевок на самом деле даже здесь у черных позиция не лучше после партии я как вы считала победил считал супер жертва но ладьи нельзя недооценивать как бы любой ход какой-то там даже ладья е1 может быть вера лучше h3 чтобы это взять под которую пьешь и может быть так ладья идет сам или недооценивать ладьи не стоит а ладеев один была грубый зевок слон g4 и просто бью а если не бьешь то в этой позиции ферзь оказался намного сильнее чем ладей но все равно обла технику проявить в этот раз я конечно уже не думал никакой ничьей и объективно понимал что владе не скоординированный постепенно так или иначе создал это пешка упала создал две связанные проходные и белый абсолютно бессилен создать какую-то контр игру последний решающий на было сделать ничью белыми в этот раз я уже никакие основные не играл скажем так цицелянский d4 c3 но уже скажем так улучшенная цицелянская c3 играл удалось довольно уверенно сделать ничью с позиции силы помню в конце уже где-то петя предлагал сам ничью объективно в конце уже хуже стоят черные там как-то я на рабью бью конь f8 ешь но как-то бью здесь уже так вроде как временно лишняя пешка но тут слабости белые видимо так или иначе быстренько что-то отыграют и так удалось и василий да иванчук буквально в тот же день обыграл черными иванчука в основное время и мы так оба вышли финал конечно было такое не знаю было приятное ощущение что два с украины уже победили было время немножко осмыслить передохнуть не знаю если бы играл игрался бы сразу бы финал наверное это было бы в пользу бы василия мне бы так казалось бы со стороны но не знаю опять же это было бы на какую-то выносливо слишком уж был бы длинный турнир а так получился какой-то какой-никакой но перерыв можно было поехать домой что-то планировать что-то готовится у женщин например сразу чемпионку выявили по моему моему жучей играла такой финал с александр и костенюк и обыграла в драматическом финале александру костенюк там почти не было чуть ли не ничьих и жучей стала чемпионкой но александра несмотря ни на что на это казалось бы так близко было к титулу она тем не менее уже позже смогла стать чемпионкой мира я не буду точно врать в каком году но по моему финале она играла с хуи файн там и обыграла хуи файн вот кому интересные истории можете поискать так что было так опять я смотрю я не ту показываю доску переключать чуть-чуть уже сам подустал вот была партия со свитером да все я рассказывал ну в принципе можно найти в базе опять же все эти партии так ну что финал 11 вопрос и вот финал вот финал севальчиков ранее вы говорили что борис пановарёк привелся такого мнения что время одиночек вроде фишера в шахманах пришло чтобы побеждать нужна команда ну я в принципе даже не то что именно севальчиком вдруг решил команда а принципе она сама была даже система вот шахманный клуб когда переехал в краматорск то занимался с множеством тренером борис он был мой основной как бы так наставник михаил его отец борис с которым я ездил но в краматорске было очень много разных мастеров тоже тот же себя уж как говорил вели это вот показ партии от каждого пытался брать всего по чуть-чуть когда готовился на чемпионат да со мной поехал геннадий павлович кузьмин так получилось уже не знаю может быть парис он просто так получалось где-то его шахматного уровня чуть-чуть стало как бы не хватать там таких вот кругозор и поэтому конечно мне очень помогло сообщение со всеми этим сильными шахматистами как саша матрёв там верил балаган геннадий кузьми стас ставченко опять же у нас там даже в володя баклантом и миша вверх же боюсь кого-то даже могу и не вспомнить с кем-то больше общался с чем-то чуть меньше так можно ли ваш матч с его ничком от характер к таким среди одиночка против команд но опять же я не знаю как именно василий готовился просто со стороны казалось что во время чемпионата мира первой части он был с арестом грицаком и потом он приехал был матч уже в 2002 году начался в январе опять тоже видел арест грицак и как бы и все как бы я больше никого не видел даже не знаю я не видел чтобы его отец например что-то моих родителей не было но по крайней опять же когда я поехал в той же москве было такое называю так называем донбасское землячество то как я говорю то был и было где-то психолог тобой лазианта были и долго шахматных тренеров да вот так нашли пригласили топалова добавили в команду из тех кто был еще к вам команду могли пригласить белорусского экстрасенсы не знаю насчет белорусского экстрасенсы не знаю кого имеется в виду было был элазиан эдуард элазиан но я не знаю экстрасенсы его нельзя назвать все-таки психолог честно даже не знаю кого имеется в виду белорусского экстрасенсы может быть там какие-то слухи были да вообще известно борис предложил пригласить в штаб в итоге план выбора полна топалова не знаю надо может быть думали да это слово что было опять же каспаров корабли когда-то сложно чтобы она там уже проиграл опять же иванчику я не помню как там думали кто именно вел учет встреч соперника василия михалыча но не наверное можно было в мега датабейс хоть компьютеры были не самые сильные но можно было найти партии в тот момент компьютеры были топала было абсолютно равный счет с иванчиком ну равно это уже значит может быть с остальными был а с остальными иванчука может быть был ванчук остальных обыгрывал но кроме наверное каспарова там крамника на хотя бы с равной уже что-то обсуждалась ли кандидатура романишина не честно я не помню романишин романишин все-таки за первым заки со львова больше как-то не знаю брать человека не совсем даже и корректно может быть со львова немножко другая совсем школы да и не знаю мне казалось геннадий палыч опять же романишина я чуть-чуть видел со стороны когда играли мы за сборную украины мне кажется он интересный шахматист мне нравилось как он белыми ну просто мне на самом деле не нравилось про романишина что он в тот момент уже было видно без особой энергии там не такой прям боец белыми готов играть а черными например уже нет ну наверное с возраста такой хотя романишин да он обыграл его виды четвертом году получит от украины в харькове иванчук решил сыграть и проиграл романишин а почему иванчук сыграл и решил сыграть хотел стать чемпионом украины насколько я знаю чтобы претендовать на первую доску в команде забегая вперед опять же в тот момент у меня рейзин был выше может результат выше но я решил уступить первую доску чтобы взяли сергея карякина в команду но это уже длада другая история может быть потом если будет вопрос расскажу и до романишина не знаю не особо не раз мы с морозеевичем не знаю тоже особо не рассматривали нервный смотришь еще как-то может психологически не знаю так или иначе ваша делегация прибыла на финал времени было опять же мало подготовиться когда вернулся были какие-то поздравления там карматорске но потом уже чтобы спокойно куда-то готовиться поехали форос в санаторий там форос чем понравилось что был бассейн которым можно было плавать он такой был крытый бассейн с морской водой и потом уже из фороса опять поехали на поезде москву добыл вашем штабе борис михаил пономарёва не знаю вот насчет михаил счет бориса вот я не помню был ли борис именно на самом чемпионате что на какие-то фотографии или он причем почитал может быть больше так на связи быть из карматорска борисами михаил по моему точно был какие-то организационные вопросы опять же команда большая когда я был только с геннадием павловичем кузьмином то как-то мог там даже заготись ну пошел там заплатил снял снимал какие-то дети из карточки за входил платил когда много все же было сложно а метан мартенков так было ли вашим личным или коллективным решением объявить на предматче пресс-конференция помощи веселина наверное было в основном все-таки коллективное решение но серьезно мне кажется не не застряли на этом сильно внимание опять же по моему решили объявить веселина почему бы нет опять же так получилось веселина объявили но была пресс-конференция по моему на вовском бульваре в шахтном клубе опять же всем не обязательно было идти я туда точно пошел кто-то может быть пошел а кто-то не пошел веселина объявил а иванчук так и услышал но по моему не особо сильно и в это как-то и скажем так поверил что веселин уже появился на самом турниром зале пришел можно поискать вот фотографии где они там даже сергеев корякин сидят обсуждают и наверное да по своему первая партия я играл в своем обычном стиле опять та же самая французская как и раньше скажем так то что играл ну может быть нашел какое-то усиление как мы пытались готовиться к кончику не знаю он играл все подряд в принципе пытались так и вышло в принципе матче что он играл все подряд буквально скажем так вот этим может быть мне это помогало по-своему хотя бы какие-то были идеи чуть-чуть на все я серьезно не мог так что-то менять какие-то микро усиления опять же может если бареев там играл конь бдс может быть что-то придумали но василий пошел так правда же фон не бил и да как-то объективно василий провел эту партию довольно слабо скажем так не знаю а а я не знаю но но устройствами в то же время что я могу сказать про себя что все как за доской тем не менее удавалось как-то голова более-менее соображала этой идеи находил старался держать напряжение вот например а3 довольно такой скажем так необычный ход вроде как ослабляешь короля но чтобы помешать сломба 4 ты старался держать напряжение чтоб фигур побольше играть пошел в длинную рокировку там не не стал я зажиматься не знаю как и вот интересно что смотрю матч у меня ринг был в тот момент уже посчитали все рейтинги меня стало до этого было 684 а после обсчета стало 727 то есть я так прилично прибавил рейтинга а василия стало 717 на 10 очков рейтинга больше было как ни странно а при этом иванчука все называли фаворитов не знаю все вроде как рейтинге сейчас ценятся а тогда что рейтинге не так что ли ценились по-своему может быть такой как бы психологический фон создавалась зависимости как кто в прессе напишет объективно все таки искать сейчас бы я так посмотрел почему я не буду бороться скажем так да и партия василию надо было как-то может быть конь д5 хотя бы стараться менять фигуры побыстрее а то что он попытался сохранить побольше фигур было мне только на руку и тут наверное было меняться уж как-то на удивление 23 хода может быть одна из коротких партий вообще в истории матчей на пенсу мира к оппозиции все фигуры на последней линии грозит на е6 грозит на и всем удары белый ничего такого супер сверхъестественные сделали просто расставили фигуры конечно может быть без силой и не обошлось посмотри но я я играл в обычном своем скажем так стиле после матча вы произнесли фразу когда я хочу применять французскую защиту он обычно проигрывает это был легкий к сейчас говорят троллинг ведь 95 франчуку французская брал самого каспар а я вот не не было на самом деле троллинга если посмотреть вот мои партии с иванчиком не только этом вот мы играли следующую в линаресе и иванчук опять со мной пошел французскую и я его обыграл то потом мы играли французскую позже был гран-при в салониках я не помню какой год точно может быть 2010 или что такое просто побачить опять я выиграл во французской то есть не иванчик у лучше мне кажется со мной я так честно говорю не играть про другое дело что может быть когда я говорю честно то люди считают что это троллинг и тот же иванчук вот видимо его это как-то задело как же так во французской почему я хуже пономарева и он почему-то против своей вот так просто своего стиля шел и играл французской поэтому про это проиграл потом если посмотреть если он со мной играл вот какую-то сицилианскую вот у него результаты в сицилианской тут же если бы он играл найдорфа или играл вот паульсона я думаю у него намного было бы ему по стилю подходила сложно такая игра понимая там лучше статистику наверно тоже до изучали в 2002 году проиграл партии было еще почему забавно когда готовились фаросе на сборах была такая по моему группа какая-то была песня не знаю попсовая и там серьезно идешь в бассейн и кто-то включал радио из работников в бассейн это было кто-то люби меня по-французски если раз это так неизвестно что ты не знаю какая-то группа типа блестящий или что-то такое ли чай вдвоем до типичные которые уже никто и не помнит и как-то эта фраза приелась люби меня по-французски и так французская по-своему не знаю в этом матче хорошо шла но матч был не такой простой конечно выиграть за повести в счете это отразилось психологически больше уверенности получаешь в любом случае да и просто видео хоть матч не такой уж прямой длинный всего восемь партий скажем так то я какие-то партии мог играть надежно не надо мне было сильно рваться но у вас себя были безусловно шансы уже чуть ли не в следующей партии он несмотря на что все-таки принятым ферзиум он готовился идеи у него были другое дело что может быть он доверял себе больше своим идеям тут он например меня обхитрил потом я уже понял что я пошел слон из темы слов не съемок отца может быть это даже ошибка может быть надо было сам приходить конь b6 там конь е7 коня на d5 получилась такая хитрая структура я в три нуля в этот раз не пошел казалось все хорошо слабости нету но планов неожиданно не было я такой пассивной ситуации оказался где он может маневрировать и улучшать а мне позиция моя не нравилась я получил такой жбан серьезный каким-то чудом уже мне уже надоело ждать туда-сюда я уже начал создавать слабостью и чудом цепноте начал уже подкручивать жертвовать что-то объективной фигуры не было но в силе как со свитлером король активный подкручивал подкручивал и и да подкручивался на секундах василий ладья d4 ошибся на было как-то ладья c4 побежал следующая была уже партия чуть спокойнее до наметили же три будем играть спокойнее крепкую систему я типа играл конь db5 как раньше помнить вот раз мне не надо было это сложности же три получил опять скажу так ничего не получил может быть даже приходилось похуже но в принципе с тренерами была такая установка что несмотря ни на что я так помоложе играть все партии до конца и как будет так будет ничью не предлагать только если когда уже совсем полностью и тогда типа облида что за ерунда это иванчук говорил вот в линарости в такой позиции уже либо сдаются либо же ничью нас соглашается и тогда была в такую скажем так новинку такой стиль как и а потом по моему сейчас все это все переняли и играли до следующую партию он по моему чуть-чуть поменял не пошел слон d3 шелкать слом б3 но я не сказал что всегда меня василий прям переигрывал в одну кассу были обоюдные шансы например в этой партии какой-то нет у меня была очень хорошая позиция тут наоборот король был у меня надежный на b8 у белых проблемно а тут я вроде как двигаю пешки атаки но тут к сожалению вот я не заметил вот был серьезный удар конь е3 красивый чтобы освободить ферзь d5 и смысл в том что если бьешь ферзь е3 такой не ферзь d5 ферзь f3 а есть там конь c4 двойной удар тут нападаешь может быть почти черные побеждали если бы выиграл бы четвертую партию то повел бы в счете матч бы намного бы спокойнее бы протекала атак дал василию шансы неожиданно же что-то недооценил этот ладей f3 а тот момент уже упущен атаки вроде как не совсем нету и в конце даже я может быть анализировали это белый могли победить с этой личной пешкой сложный альшпильт но василий что-то не нашел где-то была у него победа якобы анализировали на обложить 4 идти на прорыв считать ну тут я тоже беру сломба 4 бью пешка идет как-то не смог он досчитать в конце то есть уст нервы все-таки были обоюдны скажем так и одна из переломных партий до испанская партия хоть вроде как я ее и хорошо изучал изучал но скажем не так 18 лет василий старше опыт и все равно несравнимый и в этой партии он меня явно переиграл я как-то не хотел надо было тут может быть до кони в 5 прыгать сразу я не прочувствовал момент все вариант сложный так как бы 8 как правильно играть сложно может быть иногда играть конец и 3 там и до 4 даже современный до стоял котлет объективно проиграно но как помните там я пытался будет создать атаку на короля но она оказалась не совсем подготовленная вообще а у черных центр и даже не смог толком уравнять какой-то мент соскочить на ничью была абсолютно безнадежная позиция но ключевой момент было что василий в цепноте король g7 вот если бы не пошел бы король g7 белые абсолютно парализованы не могу тут ничего сделать постепенно он усиливать скажем такой ход и постепенно бы выигрывал без шансов король g7 неожиданно дал first 2 случайный шанс ниже на хочу дать шах как-то тут василий сам уже растерялся и даже умудрился проиграть стало плюс 2 после этого наверно был объективно матч решен там и дальше таких шансов уже не было следующая была партия русская партия тут уже топал показал какие-то идеи как карать на русскую партию в этот раз я скажем геннадий павлович там сон f5 и слон е6 но что-то там нам не нравилось слон е6 кон е5 какие-то свои были идеи нашли аж 3 явно и не туда ход и последняя последняя партия василий пошел вообще алёхина но опять даже в этой партии 8 матч я стирался не зажиматься и вместо чтобы еды бить там я пошел е6 кстати сбыл мне чуть-чуть знаком этот алёхин потому что играл с компьютера фриц 532 года доиграет этот алёхин я чуть-чуть руку добила е6 компьютер вроде проходила тактической игра есть любые свой чеком тоже пошел из позиции силы удалось сделать ничьи конце написали что якобы я ничью предложил бы 4 сделал ход бы 4 там ботвинник но насколько я помню все таки василий предложил сам ничью в этой позиции но тут объективно очень все плохо черном но не стал я играть до конца уже обеспечить победу было важнее матч как тогда считалось наконец-то может успокоиться 364 вы упоминали что иванщук останавливал часы расписывался только на своем бланке и больше уходил неужели он действительно ли не поздравлял вас с победой не новым виду я наверное может быть имел ввиду с победой то он поздравлял но какого-то не знаю анализа партии для обсуждения что там туда пойти или сюда такого никогда не было принцип какого-то общения между нами тоже во времени мы даже жили в разных гостиницах он жил в гостинице метрополь я жил гостиницы москва метрополь насколько помню она поменьше даже для всей моей команды не было место плюс еще там возникло и дружина хотел организовать в колонном зале шахматистов где всегда проходили все матчи так исторические на сцене но каспаров видимо чтобы не дать или в жиду возможность такого символического он там устроил какой-то получилось мероприятие каспаров крамник карпов назвали мемориал ботвинника что но карпа в последний момент их бросил и они остались каспаров крамник вдвоем так чемпионате читать и мира получалось все играли кроме каспарова и и и крамник этот момент там же есть так поздравил ли иванчук с итоговой победы в матче звоним и завоеванием чемпионского титула я помню я чуть-чуть выпу выступил на сцене была тогда традиция 5 гостиницы метрополь лавровый венок дали я выступил и хочу кто же выступил в принципе наверное он уже более спокойно воспринял результат конечно я понимаю никто не любит проигрывать когда уже так близко но нет ни не было это теплое поздравление но такого прям как между нами как отношения абсолютно были нормальные дальше мы играли за команду больше мне оказалось это как-то в прессе пытались постоянно подлить масло там в огонь скажем так может быть василий михалыч он даже в команде не не то что там какой-то рубаха пойм парень который всегда хочет общаться но если ему предложу пойти-то в кофе попить или посыграть в шашки с большим удовольствием обсудить какую-то позицию в принципе нормально а ну да вот вопрос ранее вы говорили что борис является почитали метро бодвинника не знаю это кстати бы 4 это было совпадение я пошел бы 4 предложил иванчук в тот момент наверное все любители шахмат в украине после вашей победы в финале чемпионата мира принялись подсчитывать призовые деньги такое ощущение что вы даже немного устали объяснять журналистам что приз составил не 500 тысяч долларов а намного меньше ля-ля-ля хватило ли итоговый сумма то что будет со всеми тренерами и членами нашего штаба не но безусловно что хотел бы сказать по поводу это конечно для меня для меня и вообще наверное для всех даже моей команде было скажем так немножко неожиданно что выиграл чемпионат мира дошел до до финала как бы даже изначально ставилась цель пройти просто три раунда попасть там серию турниров гран-при чтобы иметь возможность просто играть каких-то турнирах а чтобы выиграть там главный приз такого даже никто и представить не мог но как бы проблема конечно в том что большие деньги она соответственно и большая тоже ответственность не знаю конечно это не было то что там выиграл деньги в лотерею а вот я вот не знаю вот сравнить вот людей которые выиграют деньги в лотерею вот насколько от этого их не жизнь стала там счастливее лишь это без беде я конечно понимаю деньги там дают такую свободу но в то же время появляется с ними скажем так и много проблем может быть люди не совсем конечно это понимает ситуации как бы но может быть постараюсь бы объяснить вот это вот ситуация как бы она с призами с таким огромными средствами то она породила скажем так волей-неволей конфликты даже в команде потому что никто это не ожидал даже вот я конечно понимал что это достижение как бы команды но вот не было такого расписано это получает столько-то другой столько-то как бы никто этого не ожидал сам книги краматорский феномен приводится александр матрёв пришлось угоря фиде перечислить авансов часть будущего приз ну опять же да я помню пригласили вот топалова из данаиловым довольно но опять же если приглашаешь топала в эту все равно все переговоры только через данаилова и и он потребовал чтобы там сразу деньги были там наличными там по моему было не я не по моему было опять же там одна была часть сразу и вторая часть случае там победы но как бы даже такой вот суммы просто не было у меня никогда и и пришлось там где-то занимать деньги в долгой помню вёстом по моему у нас такой работник был ялтыченко александр повысили дешевле и он вот форостом повез там не знаю как об этом шап водиться не напали там немножко было немножко немножко где-то не совсем это тоже создавала атмосферу в команде скажем так не знаю был рядом скажем так геннадий павлович эти так где-то деньги то передавать потом на границе ввести не знаю там вопросы от кого там же тоже так просто из украины там поехать там в россии не знаю потом когда наилов стопалом они полетели самолетом домой ну ну такие поставил условия иначе нет и пришлось как-то их там выполнять опять же это александр мартынков он как был помощник там никитовича приехал он там что-то какие-то по занимался каким-то вопросами в одном из трюс того времени вот прослужила сам теперь я сам буду решать кому платить и сколько платить это относилось еще к итогам чего-то мира в москве или еще больше будущим турниром общеизвестно что топалов за свою помощь получил 40 тысяч долларов кажется что это такое было да я не помню то ли было 40 тысяч за помощь и 40 тысяч потом еще за победу либо может быть было 20 плюс 20 статья недавно покинулся насквозь меня упоминается что геннай павлович рассчитывал даже на более солидную сумму но в итоге получил 50 раз меньше между странами пошли пришло какое-то недоразумение или причина была в чем-то другом ну как бы я не знаю я я я особо бы не считал вот что опять же я так вырос все время даже все какие вот деньги там зарабатывал там небольшие там то все это шло на дальнейшее шахматное развитие но никогда мы не обсуждали вот если я все-таки чего-то серьезного добьюсь вот что с этими деньгах дальше будет как бы само собой воспринималось я всегда считал что я благодарен как там михаил никиты что-то бориса подаварю что переехал я в карпатор что они много сделали сделали и что я в любом случае должен их как-то отблагодарить но как как бы всегда бывает еще такое выражение что у победы много отцов а у поражения сирота и вот когда я вот стал чемпионом мира то соответственно сразу вокруг меня образовалось там много людей которые скажем так ну не знаю кто-то пытался воспользоваться ситуацией еще какой-то там неопытность ты должен меня благодарить я в принципе не возражал всех от благодарить как по возможности со всеми сохранить эти хорошие отношения но так или иначе возникли эти там конфликты произошел конфликт скажем так на спал данка донбасс который был спонсор но скажем так была компания до конбаса был там как то курировал от них академик виним наумович а метан и не знаю он ему почему-то с одной стороны вроде как данка не совсем и претендовала на то чтобы что я вроде как вроде как но я вроде как то что они были спонсорами вроде как не было такого разговора что я должен все эти расходы которые они дальше и раньше понесли спонсировали что я должен их вернуть такого не было безусловно но в то же время не знаю начались разговора как дальше вот как бы будет существовать шахматный клуб само собой получалось что и раз я уже стал самостоятельным шахматистом то естественно после того как я стал выигрывать уже такой приз выиграть я могу самостоятельно оплачивать трениров на это тоже я никаких претензий там не было но было такое не знаю что якобы может быть я должен буду финансировать шахматный клуб там не знаю ребят который там были там захар ефимовичка александрович когда в серии коряки но я не до столько был как бы это чувствовал себя богатым да и немножко другая была бы концепция значит я буду финансировать вместо этого вместо данка что ли буду финансировать сам клуб наверно не знаю потом а метан он захотел может быть сам все как бы взять под контроль не знаю больше принимать решение вручную ему не понравилась какая-то самостоятельность михаила никитовича пономарева хотя опять же данка основной спонсора но был же еще спонсор я в к там было и там тоже и оба и область помогала и город там помогала это была структура возникала народ не там не там за год а все эти клубы обвинились и возникла забегая вперед опять все эти конфликты все эти переживания что к метан захотел поменять михаила никитовича на мартын кова который ему был мартын ков помоложе и который он мог больше лучше это контролировать не знаю возникли все эти переживания не знаю что сказалось очень сильно на михаил никитович подрывала скажем так здоровье и рано довольно уж ушел и жизнь михаил никитич там у него инсульт случился да и по поводу опять же призовых как как кого облагодарить какой-то мед просто я уже не знаю я стал ощущать себя не совсем скажем так комфортно когда слишком много вокруг стало так людей просить ли которые стали говорить и ты меня должен быть я принципе не возражал но я покойный попросил михаила никитовича чтобы как-то все эти ситуации мирно давайте решить чтобы все остались довольны наверное не знаю опять же про финале павловича кузьмина чтобы хотел сказать какой-то мент он жил в луганске и михаил никитыч с ним как-то переговорил как можно благодарить как как что как-то я уже в этот момент не стал уже вмешиваться и как-то между уже уже эти технические моменты решили наверное можно было где-то больше не знаю опять же забегая вперед возможно кого-то это тот мент обидел опять же геннадий павлович наверно был где-то может быть скромнее скажем так кто был ближе в этот бед понаглее оказался ближе а кто здесь а кто может быть жил так дальше кто более так скромнее может быть в итоге меньше там где-то что-то получил я помню не знаю верил балаган тоже обижался ну я же тоже с тобой занимался топ и типа тоже моя роль была бы я тоже не совсем возражал в этом но взрослым когда мы занимались свирела балаган то была идея что мы занимаемся вместе у нас такое обоюдное скажем так общение идеями обмениваемся никто не знал кто куда дойдет может быть верил бы в том чем я сыра уж это и я сыра лучше я в итоге пригласил верила позвал на турнир в линарес который был уже следующий чемпионат после после чемпионата который буквально скорой верил не сразу смог приехать но он там по моему на второй половине был там и помогал как-то не более-менее мы там отношения продолжить сданка у нас к сожалению вот вот часто бывало большие деньги большие конфликты не знаю хотя данка вроде как с коммерческая структура но не совсем понятно вот роль как бы в этом оказались а метан немножко негативное что так или иначе шахмный клуб в том виде котором был он распался и даже сейчас есть как бы насколько знаю там городской шахмный клуб кран торске а есть вот шахмная школа имени мама то который там данка финансируется что такое да и уже во время примерно в то же время у вас появился свой пресс аташе но я бы не сказал что свой пресс аташе я был скажем так молодой у меня была там команда опять же я молодой но старался прислушиваться к старшим что советует я я старался контрироваться на на шахматах я даже не знаю пресс аташе кто именно был приташе пресс аташе я так как фамилия скажу так не знаю единственное мне вот запомнилось что когда уже шел по ходу чемпионат уже смотри матч с васи было уже более-менее видно что я побеждаю оставалось чуть-чуть не знаю как так получилось что по моему там не знаю берег болгабаев начал что-то там говорить с амитаном с мартенковым меня так получилось пригласили когда меня и васю пригласили играть в линарес но пригласили нас обоих не знаю кто будет победителем чтобы мы сыграли в линаресе и в общем то согласились оба мой сыграть линаресе ну когда вроде как стало видно что я стал чемпионом не знаю почему-то мне что-то марс не говорит народа тебя лучше не играть ты уставший мы скажем что типа или или и чтобы я сказал что типа в линаресе играть не буду и там какую-то идиотскую придумали причину плане того что какую-то школу-то будем откройте на самом деле дикой школы не собирается кровать за какие-то иногда получается глупые советы такой и да не знаю пресс-эташе опять за влияние были хорошие советы были не очень михаил никитыч помню услышал как так в линаресе выше что за глупость говорит а я вроде как уже сказал и получилось очень такая история неприятная скажем так конфликтная которая вот во многом благодаря наверное благодарен решилась благодаря александру григорьевичу баху он он так помог вот ее решить скажем так он он недавно кстати я читал интервью так описывал принципе так она как описывал так так и было я помню проводился турнир аэрофлот опыт москве приезжали организаторы тоже из линарес как-то с ними там переговорил обсудил и вроде мы как нашли какой-то общий язык очень хорошие получились тоже условия мне пригласили предложили сыграл я в итоге 22 турнира первый турнир сыграл кстати хорошо там боролся с каспаром за первое место но чуть-чуть там не хватило занял второе место на все равно результат был прекрасно и в целом играть таких турнирах необходимо набираться опыта сильными шахматистами до этого никуда не приглашали а тут отказываться на ровном месте это не было было неправильно были вы дружны со знаменитым шахматным журналистом александром расшалем но расшаль был опять же по мою мылись и расшаль где-то приезжал в донецк вел какие-то пресс-конференции пыталась его может быть обитан приглашал там расшарь 64 писал что вы пожарили его когда вы приглашение к оскару не было указано ваши пять с половиной из семей на команда чем дать им мир считать ли вы справили тот факт что оскар 21 просудили не вам а каспарова ну скажем так я не я не скажем не сильно так переживал по этому поводу оскар не оскар опять же был молодой и может быть не совсем дипломатично тому же александр расшалю сказал что типа он мне помню как бы ты сказал что я буду наверно точно первым я типа не буду но вот там за второе третье место я там борюсь там с крамником а я типа считал но подумаешь что мне типа говорю второе третье даже не особо интересно первое только было интересно как ты так сказал но это все лишь конкурс там кто-то голосует и типа я считал что надо результаты доказывать за шапной доской своими своей игрой а не то как там проголосует и в принципе у меня целом такое отношение скажем так конкурсом свое время в украине проводили программа люди на року что-то это вручали не знаю опять же благодаря там по моему данка они говорят вот тебе надо конечно понимаешь это для спонсоров важно чтобы был общественный резонанс там а мне все это было не знаю выходить на сцену там что-то вручают какие-то что-то говорите речь я себя чувствовал не совсем комфортно и потом я не совсем понимал все так закулисная борьба кто голосует как что от меня зависит и поэтому да я будет я прочитал я как же мой результат который я считал супер результат 5 полна 7 тему вам выиграли россию они указали тогда может быть те кто голосует они бы может быть это увидели голосовали бы лучше ну ладно это такое дело опять же надеюсь хорошо на меня зуб не держит поскольку сейчас сейчас уже мы сейчас журнал я понимаю что очень болел за журнал 64 очень сильно так дело его было жизни сейчас журнал 64 даже после расширя продолжает жизнь своей жизнь да и вот 4 огромный результат вызвало дело линареса по какой причине вы тогда начали задумываться об отказе от линареса вот ну вот не знаю опять же я говорю молодой был во время матча были с иванчиком больше думал на игре концентрации просто был такой не знаю глупый совет о том чтобы отказаться где-то берег болгабаев дал этот по моему посоветовала витана обитад решил что это так действительно правильно не знаю почему-то видимо боялись фиде почему-то может быть боялась когда халифман стал чемпионом мира и он поехал в линарес и он по моему там поделил может быть последнее место кто-то вроде пановарёв стал и опять пановарёв опять скажу чемпион не такой и из-за этого может быть они хотели совет но опять же было уст клоняться от борьбы это было может в интересах там фиде но не было моих интересах с молодой шахматист надо учиться играть в шахмат а метан заявил что ваша жизнь застрахована на 100 тысяч долларов неужели тогда ваш адрес начали поступать какие-то угроз нет угроз я особо не слышал хотя не знаю ну донецк опять же если что-то сказать донецкая область такая довольно бандитская область и даже вот история клуб момота александр василища момота вот александр василищ момот это брат сергея василища молота которого убили там было заказное убийство кто помнит историю в это время то были постоянные разборки потом стало спокойнее не знаю может быть а метан в плане того что изда выиграл я приз могут привлечь внимание и каких-то криминальных элементов такие большие деньги застраховала жизнь не знаю может быть это было больше пиар я не ощущал каких-то угроз свой адрес или какой-то такого единственное что я ощутил что возвращались мы из москвы на поезде краматорск вот приезжая в краматорске там ну каком-то город небольшой принципе даже краматорс такой провинциальный довольно городишко в тот момент был даже как станции сейчас конечно из-за того что перенес перенесли в краматорска все областную администрацию эту краматорск более крупный город более значим тогда тоже маленький город и я приезжаю и там на на железнодорожном вокзале просто яблоку не было где упасть столько людей встречают я думаю блин как же я теперь буду жить куда не пойдешь все все знают а я был не знаю вел спокойную жизнь мы там ходили бывало в баню там не знаю помыться в общественную баню такой вел я совсем обычную жизнь и вот что хотел бы сказать еще про деньги вот к счастью как-то несмотря на то что этот приз большой выиграл надеюсь и меня не сильно не испортили что иногда там читаешь каких-то там футболистов тут это потратил там на дорогие там машины там кто-то там по дискотеку ходил какие-то там девчонки такого каких-то перемен в моей жизни не было знаю я как продолжал жить так и жил потом дали не знаю потом все таки дали квартиру в киеве и меня хотелось переехать в киев то что краматорский стал ощущать не знаю какой-то некоторые всяких дискомфорт скажем так в плане слишком уж внимание было больше ныком киев по-своему было удобнее для будущей шахматной жизни все равно ехать на соревнования экономишь время не надо ехать на поезде плюс еще визы надо так или иначе получать в этом плане бог киев удобнее ну да и вообще в общем с ленаресе блин аресе вот как было турнир сложился достаточно удачно хотя опять же время было наверно мало так если посмотреть буквально месяц до прошел месяц при этом все эти когда что-то выигрывать все все куда-то ходить поздравления не знаю как готовился было ли какое-то реально время на какой-то старой подготовки иванчук опять сыграл французскую в этот раз со словом b4 закрытую но кстати вариант я не знал но постели мне подходила я за доской разобрался придумал дея конь е1 и выиграл хорошую партию первом же туре правда уже во втором адамсу проиграл в испанской в этот раз я попробовал зайцы видите очень много разных идей накопил в испанской чуть ли все подряд играл и чего рина и брейера и зайцева и даже слон c5 по активнее в этот раз одну с меня прихватил первая половина кстати складывалась не очень так прям уж комфортно да он как-то фирс h5 а d5 тут была ошибка помню то все теория d5 ошибка что самое интересное что этот вариант потом зайцева адам сыграл черными сам против гаты камского в гран-при фиде а я был там помощник гаты камского я белый би научил как гату играть мы выиграли по подготовке была заочная такая спор проводили первый круг был не так просто право их ходил широ вам была партия я как-то вроде получил позицию интересную но недооценил был слон хороший но я недооценил серьезную атаку широва пришлось где-то спасаться да может быть слону у белых могут быть плюсы в испанской партии тут я какую-то допустил инициативу серьезно король стал плохой но повезло вроде как-то спасти хотя может было быть и хуже чем-то все закончилось все лишь вечный шаг вальеха не смог обыграть но все-таки белый мир своих в олег вроде считался так молодой испанский талант на год меня старше при этом молодой спасти китала то есть в этом разница я в украине ну конечно в турнире который в украине проводят могу играть а вот попасть в линарес надо быть уже испанцем вот из валеха может жаловаться много но в испании тоже там свои плюсы для него были в плане развития таким ригером 629 в линарес так бы просто бы из украины паренька бы не взяли испанцем берут следующая была партия да с каспаро вот играл основную испанскую допомню с каспаром конечно было каспаров во время турнира так не с кем не разговаривал у себя в номере кушал почти его не видел и только вас после турнира он совсем стал другой человек что он теперь стал со всеми разговаривать а во время турнира такой как злодей что это обходил помню во время турнира он там дети атаковали какие-то там автографы просили он там летом но не совсем летом было но довольно тепло в испании было это был март месяц но тепло в линаресе он там одевал там плащ там шляпу чтобы не вы не видно ходил где-то там в автомат монеты кидал звонил домой партия получилась довольно боевая кстати каспаров он с большой специалист этих с и цельянских много партий он выиграл но мне удалось получить перевес но меня чуть-чуть подвело в том что я слишком уж технически пошел ферз d8 помогать бы 5 сразу побил бы то у белых было довольно очень серьезное преимущество в этой ситуации я как-то решил разменять думал и так у меня будет получше но на самом деле не знаю кличка муж технические факторы я переоценил в какой-то даже я заигрался на бложе соглашаться на ничью а я вместо этого решил играть на победу да тут просто на блоге а8 пойти помимо ладе идут все контролирует ваших беду пожил слове в 3 охот 2 бы 4 его это слонов контрольного пешки до безумия совершенно пешка тут почти проходит саду даже ладежи 8 какой-то ход может быть слон d5 шах на так все на тонкого вы держит слон d5 шах король g7 не знают слон g8 g2 какой-то браза король g7 может быть g2 не хочет вышла d8 ну по-моему черный была победа но уже надо им точно было играть а каспаров где-то он по моему ошибся может быть королев всем bc зевнул как-то я соскочил на ничью чему кстати ничья тоже еще до конца а потому что ладья опять я хочу там что-то зевнул забираю пешку и получилось ничью аспарова не знаю хвалил после турнира меня ритпа подмарёв молодец боевой но может быть не знаю так хвалил планишь его подрался ему давал шансы и турнир он выиграл если скажем так я играл где-то более практично и турнир бы занял я первое место а во второе то уже было бы не совсем бы он бы так бы и хвалил бы меня не было ощущения штук не шахматы сверху экс не можно играть ставить ему проблемы опять же я всегда играл старался играть нормальные шахматы ни с кем не играл ничью скажем так да потом подъехал уже верил балаган стало чуть-чуть полегче лучше стали готовиться с адамсом удалось взять реванш какой-то подготовки кстати по моему с адамсом значит раз может быть сверел мы готовили какие-то идеи вот например с анандом и 5 это благодаря саше моисеенко он играл ускоренного свешника удалось решить правда вот она чтобы я хотел отметить что там как-то мне конечно и повезло в турнире сложился я сыграл этот вариант 20 ходов вообще легко можешь конце черный даже чуть поприятнее но ничего нормально она не смог поставить но ананд вот во время турнира он хорошо действительно работает на дебютами широв сыграл этот вариант и ананд уже показал тут же идею какую-то и он усиление и обыграл то есть тоже такой вот опыт плане дебютного как другие совсем шахматы конечно учишься с василием продолжали мы какие-то споры принял ферзи вам новых больших проблем в этой партии опять не имел удалось полтора на пол победить и как бы наверное хотя бы на время снял покровили вопросы кто сильнее был матч это и василий обижался ритм это был как темная лошадка лечит такое да тут ладья опять повторили опять 20 ходов без проблем сделал ничего с адамсом удалось какой-то вариант подготовить сверела по моему и выиграл но опять же что самое интересное в последнем туре с анандом тот же вариант сыграл ананд f5 тут же закрыл вариант буквально все ничего буквально нет жертва фигуры у меня даже тогда я наконец-то купил новый ноутбук который поломался но все даже он не настолько был быстрый для меня было все это в диковинку блин раньше я играл мне какие-то варианты хватало на год это бы год-два могу играть а тут в одном и том же турнире меня уже закрывают вариант надо то есть придумывать идеи то есть я так почувствовал такая колоссальная разница буквально осведомленные источники то говорю что вас имеется сейф с новинками которые запираются на ключ но не знаю какой сейф с новинками может быть на на там компьютере то можно было как-то пароль ставить шифровать опять же она была видимо концепция как играть идея опять же против василия ванчука я играл анти маршалл с h3 а садом сам удалось бы целом атака маршала за всю свою жизнь удалось выиграть только две партии у петра лека и у адамса и при этом обе также закончились что через неделю играю новую партию тот же вариант повторяют и соперники показывают усиление да так или иначе перед тринадцатым туром валидировали вместе с каспаром у вас было плюс 2 и перфоманс по 2 800 наступила ваша вторая партия в которой вы черными применили систему рубинштейна если не ошибаюсь это решение потом несколько раз критиковал геннадий кузьми так как он считал что нужно было сыграть что-то более активно не знаю почему действительно пошел на этот вариант решил сырой французской может быть я боялся подготовки каспарова и бегу с одного варианта на другой может быть был молодой и опять же тогда пытался у меня были некоторые проблемы как белыми получать там какие-то какое-то преимущество я типа думаю почему не сыграть за черными опять же вспоминаю геннадий павловича кузьмина я помню когда мы готовились к матчу с иванчиком то он предлагал например играть на испанскую там систему я ниша мне как-то я ниша думаю что это за я ниша f5 типа королевский обид с переменять цветы я так скептически часа ряд немножко иногда к некоторым идеям относился не совсем моем стиле но вот сейчас не знаю смотря спустя какое-то время я начал смотреть я раньше тот же раджапов и радично такой непростой дебют не знаю но опять же подошел бы он по стилю нет против каспарова решили сырой французскую потому что ничья меня как бы устраивала тот момент дамы у нас было очков одинаково с каспарова и это для него был последний белый цвет и последнем туре он поиграл черными шировом а я играл бы белыми санада и в случае равенства очков то по коэффициенту я бы занимал бы первое место то есть ему важно было выигрывать и этот вариант на самом деле был очень довольно крепкий плотный василий ванчук сананда полуфинале играл и не так было просто забил их найти преимущественно каспаров удивил меня идеи конь е5 я все-таки глубоко видимо не знал ты идеи не знал их не разобрался и сразу уже ошибся конь d7 потом уже тут а6 начали играть ферзь а4 слон д7 там даже и не бояться вот идти в такую но это было не совсем моем стиле я такую позицию обычно люблю за белых двумя слонами возить выигрывать сейчас поставили мерка были считается что этого недостаточно а я попал плохую позицию довольно сначала чем еще проблема с каспаровым играть просто сам даже психологический фон он он создавал перед партией как бы не разговаривая не знаю так на тебя смотрит не знаю так по-своему зло и даже в кого-то я помню как это только парке начал играть тяжело даже с ним сконцентрироваться понять вот что сырой потом уже когда несколько кто сделал то я уже успокаиваюсь и начинаю играть нормально вот а вот черными вот белыми как-то чуть-чуть легче проскочить дебют а черными вот именно тот момент не знаю опять же первый раз и речи с каспаровым было сложно и вот я получил плохую позицию сразу но я потом начал как-то там крутиться вертеться вон он скажем тоже не сам лучшим он не знаю моем стиле бы может быть даже не жертвовать пешку можно было просто король в центре играть на короля в центре и более спокойно он решил пожертвовать не уверен насколько было все это правильно и он что-то считал все пытался что-то все высчитать высчитать я помню что меня вот расстроился конечно сильно что потом он комментировал эту партию в журнале 64 типа он считал что слон д7 здесь он уже ничего лучшего не видел чем просто бить слон д7 ферз д7 бить здесь не знаю пошел ли он бы здесь сильно и типа меняться здесь может быть и получалось бы ничья а я чего-то боялся другого какого-то хода не знаю я пошел ферз д7 а он решил а он считал в комментариях что якобы я играл на победу черными с лишней пешкой на самом деле нет если бы я видел что знал его ход мысли я бы согласился бы там на ничью безусловно меня по ситуации то устраивал конечно забегая вперед скажу что обыграл в последнем туре широва там черными а я обыграл а я сыграл ничью с ананда белыми и он в итоге обогнал на полтора очка но если бы сделал этой партии ничью то не факт бы что он бы там бы таком же настроении бы был бы и обыграл были он бы там по заказу бы широва черными никто этого только может догадываться ну как было так было не знаю в любом случае турнир играл анант широв адамс иванчук каспаров ну вальеха бука приглашенных два круга удалось достаточно достойно сыграть конечно первое место было бы занять намного лучше но чего-то чего-то не хватило к сожалению эти подобрел ли вы по отношению к вам гарри книж после инерации 2002 ну скажем так когда закрытие было турнира то он уже явно о том начал уже и что-то раз к аварии там когда друг друга у него совсем настроение вообще к ленаресу каспаров относился намного более скажем так серьезнее за скажем так еще для турнир в ленаресе это турнир в общем-то на мой взгляд был долгое время турнир каспарова где все условия делались под каспарова что он там просил не исключаю что даже то как иногда бывало что он мог влиять и на состав участников кого-то может быть мог сказать хотел бы видеть кого-то не хотел ведь я помню было например странная ситуация бомбу даже мы играли было по моему нас играла иногда было по моему там количество людей нечетное типа чтобы было больше выходных а хотя обычно логично было быть четное число чтобы там играть типа каспаров предлагал чтобы играли там нечетное нечетное количество было участников вокруг немножко странно учат шли навстречу там во всем во всей ленаресе в тот момент по моему гостинице был всего лишь один номер люкс который как раз себе и брал то я вжил в обычный номер для него было важно это блина раз в своем турнире побеждать но это потом уже я так читал какие-то истории потому же когда каспарова бил в том же ленаресе что он уходит из шахмана то чуть-чуть изменили формат стал более демократично потом правда без каспарова уже тяжелее стало или рентера не стал и уже такие призы тяжело находить час больше в ленаресе проводят я играю командный чемпионат испании него проводят летом другой наш который так книги краматорский феномен указано что ленара 2 2 ваш заключенный турнир в качестве члена крамдорского клуба и минимум от чтобы было тело вас пойти на такой шаг уход из клуба но опять же я как говорю возникла не то что я хотел уйти из клуба просто получилось что был была единая шахматная структура несколько шахматных клубов в карматорске они были объединены и назвали клуб имени мобота потому что данка был донбасс главный спонсор но опять же амитону захотел поменять не знаю как-то всю систему хотел больше вручную самому управлять был михаил никитович пономарев с которым я сам долгого детства там вместе все время близок чем его хотели чтоб он перестал быть директором и ему пришлось уйти соответственно как я понимаю но михаил никитыча поддерживала тоже и город там и мэр города и помню кривошеф там и и в области не совсем было это считали правильно почему зачем михаил никитич и за что его так вдруг после таких успехов куда-то менять я соответственно не я ушел из клуба а тут скорее получилось остался краматорский шахмный клуб который там был дико строители я ушел там вместе с михаил никитыч и панель с борисом панамаревым потом мы с организовали так называемым создали там фонд не руслами панамарева но это забега вперед готовились к матчу там с каспарова там искали других там спонсоров а данка стала другая структура не знаю больше мартенков там стал опять же для многих детей которые были тоже многое все это поменялось как бы стали разобрать ну вот вы будете выигрывать там призы что там дальше как бы не знаю ну и в целом может быть данка решила не знаю что панамарев стал чемпионом мира что дальше и как бы такой мой вот вроде как ранний успех он с одной стороны плюс а здрасте где-то сыграл в минус не знаю и да ребята кто-то еще остались в шахманном клубе тут же захар ефименко александра ирищенко но как они разова говорили уже условия совсем по-другому поменялись там там типа ехали едешь на какой-то турнир поездку оплачивает на этом половину приза то отдаешь там клуб там не знаю и в общем к этому даже ребята решили а в чем этого все в смысл и сожалею вот это вся структура она распалась все там разъехались опять кто кто куда там карякин назад вернулся в крым там захаром по моему вернулся там уже рот мукачева орещенко но могут ребята сами рассказать какие там были отношения с клубом я со всеми как бы шахматистами продолжил отношения мы там вместе за сборную играли вместе занимались но уже сами как бы стали да по себе так когда поехали уж на какие-то сборы там в волушке конечно у нас уже мы уже сложившиеся стали шахматистами уже стали что-то и зарабатывать в турнирах опять же могли себе сами все это делать не зависит от такого но безусловно вся эта атмосфера она не была очень так здоровая все эти переживания так или иначе сказывались на игре на подготовке я не мог нормально в тот момент концентрироваться да потом гран-при фиде который я так и хотел попасть в итоге я попал я кстати не помню вот по моему ожидалось может быть что было классика но сделали рапид сейчас делают по классике больше и да я проиграл жучень в первом же раунде скорее наложилось все не то что какая-то не недооценка но была и усталость прилетел там немножко поздновато и не совсем здоровая атмосфера я помню уже почему со мной например поехал дмитрий комаров на на турнир просто это было какой-то как компромиссные кого-то взять решение какой-то момент был мартынков с мартынков я не как бы не мог дальше продолжать по своему отношению потому что он был близок больше к метану с веснами там этот конфликт с михейла никитича понаврю мне так поехал с комаровым ну комаров не было у меня как помощник как шахматный помощник с которым мы занимались больше шапки хотя он мог как раз мистер что-то какие-то варианты показать но больше было как езды проводили вместе время и и до турнир закончился как-то получилось нам разрешили остаться еще в дубае там получился своего рода отдых турнир шел параллельно там смотри там играли мы там куда-то комаров со мной куда-то ездил на экскурсии надо периодически мы попадали приходили смотрели как идет турнир там и больше мы там отдыхали я сейчас помню еще дмитрий комаров вот по моему даже сейчас в арабских эмиратах работает тренеров дай ему нравится чтобы много-много-много не делать но ответственности нет она если что-то чуть-чуть зарабатываешь отдыхаешь такой стиле где подходит хорошие принципы шаг на плане конечно впечатления остались негативны но по крайне это было rapid и скажем так резина да не считали может быть я не сильно расстроился опять же там была такая немножко странная система что кто проиграл первом раунде то сразу выбывал а кто жучень она например меня обыграла да вот была партия не знаю страницкую на победу играл что-то как не знаю там плохо в итоге даже эту не смог сделать устоять на ничью но почему-то я ее убедил что вот эта позиция так уверенно я отдал свои пешки что позиция ничейная но это была действительно позиция ничейная с пешкой h5 если бы слон был не черного цвета а белого цвета да да ничья если число чернопольный просто угол не того цвета и как-то она согласилась что типа я никак не выиграть и ничья дадут выигрыш на самом деле у белых элементарные а в следующей партии на меня кстати 5 сицилианская опять не играйте французскую играть и социлянскую со мной скажу так то где-то я там перегнул палку земнул опять как это бывает опять rapid не скажу что мой конек когда тайбрейк играть одно а когда rapid дайдут может где-то было спокойнее сырать опять же мог как-то коня увести разменяться но я там подземнул там пешку на ровном месте усердно лжи 4g5 активно дубы среду может кстати было и компенсации объективно но земнул тычки какие-то владея 7 активных вот да она была король h3 на рано может быть пойти сразу появился может ладей 6 d5 земнул тычок и в цвет ноте как-то растерял слипры но женщин несмотря на что выиграл у меня на потом каждый день должна была играть и для нее были скажем так мучение все остальные матчи до проиграл я между этим ходил куда где-то там отдыхал а турнир по моему выиграл петр лека он закончился странно играли они с грещуком армагеддон где то есть осталось 3 на 2 секунды и петер лека сбил флаг абсолютно чины полиции такое было так да тогда этот еще что проблема могу сказать артем тарасов ушел ушедшие жизни тогда конечно это сейчас вспоминаю год 2002 то это вот зарождение было интернета ну относительно зарождение были какие-то появлялись компании google там которые никто и не знал там но был еще такая как знаю как рецепт кризис даткомов случился это сейчас спустя сколько время я так сравнивать ситуация тогда шахматы якобы пытались какую-то свою нишу за и занять тоже в интернете но чё-то все-таки вышло это все на любительском уровне и до сих пор даже у фида на удивление нету своей такой игровой хорошей платформы даже сейчас все проводят соревнования онлайн там олимпиада будет на ческом этом ману сказал чес 24 если честом бесплатно а фида как-то не знаю как-то у них было больше разговоров но не получилось да я смотрю вопросы закончились наверное следующий там тоже период непростой подготовка к матчу каспарова ну хорошо ладно будут если будут еще вопросы если может быть анатолий что-то хочет уточнить может всегда новое что-то послать буду тогда заканчивать это видео опять получилось довольно долго так смотрю еще получается очень много видео субе на к накапливалась не знаю если обработать если прокомментировать какие-то партии так можно и книгу уже написать на русском языке биографическую прислушала посмотрим ну хорошо спасибо всем за вопросы выложу на youtube тогда до новых встреч